В сегодняшнем видео я хочу поговорить об актерах, уход которых из жизни для многих по сей день остается неизвестным фактом. Вероятно, вы знаете, что на канале уже имеется несколько подобных публикаций. Я продолжаю делать их по одной простой причине. Многие люди действительно не знают, что любимых ими актеров уже нет в этом мире. Возможно, и вы не знали об уходе из жизни кого-то, о ком я расскажу сегодня. Актриса Екатерина Лапина стала узнаваема после роли прапорщика Корнауховой из серии фильмов ДМБ. Впервые она появилась во втором фильме, который вышел в 2000 году. Работа в этом проекте стала для Екатерины Лапиной первой более значимой. После она снялась еще во многих фильмах, среди которых «Искатели», «Саша плюс Маша», «Лесная царевна», «Гаражи», «Ёлки» и другие. Актриса играла небольшие роли во всех лентах, но все-таки она запомнилась многим. Кроме съемок в кино, Екатерина Лапина играла на сцене театра на Покровке и театра «Практика». 15 февраля 2012 года актрисой не стала. Ей было всего 37 лет. Причиной смерти стало ДТП. Екатерина Лапина покоится на Хованском кладбище. Ирина Цивина играла как небольшие роли, так и главных героинь. К примеру, она сыграла ведущих персонажей в лентах «Гулящие люди», «Бумажные глаза Пришвина», «Яма», «Своя команда» и в других. Также стоит выделить роль Ирины Цивиной в сериале «Кремлевские курсанты». Там она сыграла Ларису Макарову, маму Максима. В фильмографии Ирины Цивиной более 50 работ. В последние годы актриса не пользовалась популярностью и практически не снималась в кино. А если ей и предлагали роль, то она была эпизодической. Многие до сих пор не знают, что актриса ушла из жизни. Это случилось 18 апреля 2019 года. Ирине Цивиной было 55 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Актриса покоится на Троекуровском кладбище. После выхода ленты «Джек-восьмеркин американец» актер Александр Кузнецов стал звездой советского экрана. Это была далеко не первая и не последняя работа актера в кино. Всего он сыграл более 80 ролей. К примеру, в фильмах «Мужские тревоги», «Классные игры», «Близнецы», «Шериф», «Розыск» и во многих других. В последние годы Александр Кузнецов играл небольшие роли в сериалах. В 80-е и 90-е годы актер имел невероятную популярность. Его даже приглашали сниматься в зарубежных лентах. К примеру, он сыграл роли в фильмах «Производство США», «Бегущий по льду», «Разрушитель» и «Миротворец». В 2014 году у Александра Кузнецова было выявлено онкологическое заболевание, с которым он боролся несколько лет. 6 июня 2019 года Александра Кузнецова не стало, ему было 59 лет. Актер покоится на Хованском кладбище. Юрий Степанов был знаком зрителям благодаря фильмам «Штрафбат» и «Гражданин начальник». В первом он сыграл Антипа Глымова, а во втором – следователя Павла Пафнутьева. За время творчества Юрий Степанов сыграл более 50 ролей. Есть в ее фильмографии как главные, так и второстепенные роли. Юрия Степанова можно увидеть в фильмах «Время танцора», «Дом для богатых», «Дети Ванюхина», «Ленинградец», «Утро» и в других. С 1993 по 2010 год актер играл на сцене Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Юрия Степанова не стало 3 марта 2010 года. Ему было 42 года. Причиной смерти стало ДТП. Актер покоится на Троекуровском кладбище. Актер Вячеслав Титов в первую очередь был знаком поклонникам телесериала «Глухарь». В нем он сыграл Олега Шилкина. В фильмографии этого актера немало запоминающихся ролей. К примеру, он играл в фильмах «Рублевка. Лайф», «Галина», «Медвежий угол», «Погоня за тенью», «Биголь» и в других. Всего в фильмографии Вячеслава Титова более 50 ролей. Главного персонажа он сыграл всего один раз. Это было в самом начале его карьеры. С 1995 и до конца дней актер играл на сцене театра имени Маяковского. Вячеслава Титова не стало 28 декабря 2011 года. Актеру было 40 лет. Причиной его смерти стала асфиксия. Вячеслав Титов покоится на Смоленском кладбище в родной Туле. Скорее всего, среди вас есть те, кто не знал о том, что кого-то из этих актеров уже нет на этом свете. Этот список можно продолжать еще долго. О смерти многих актеров не говорят по телевизору, и поэтому они уходят тихо и незаметно для зрителей. В будущем я продолжу рассказывать об актерах, которых уже нет с нами. Рекомендую вам подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok